Сезон окончен. В регионе завершилась сенокосная кампания. Сколько успели заготовить сено? Сенопрививку в округе стартовала кампания по вакцинации местного населения против гриппа и ОРВИ. Кому нужно привиться в первую очередь? Идея на миллион. Центр развития бизнеса объявил очередной конкурс грантов для начинающих предпринимателей. Какие условия для получения финансовой помощи? Прощай, лето. В России завтра день знаний. Сколько стоило родителям собрать ребенка в школу? Мы подсчитали об этом и не только. Расскажем ближайшие 20 минут. Здравствуйте. Подводим итоги последнего рабочего дня. В студии Олега Танзейский. Мы начинаем. В Ненецком округе официально завершилась сенокосная кампания. Полевые работы на сегодняшний день прекратили все животноводческие хозяйства. На данный момент аграрии вывозят с полей рулоны с сеном и сеножом. По данным профильного департамента, в целом по региону заготовлено 8,5 тысяч тонн грубых кормов, что составляет 103% от общего плана. Напомню, сенокос в Ненецком округе стартовал лишь во второй декаде июля, то есть позже привычных для субъектов сроков. Как и в прошлом году, это связано с тем, что паводковые воды затопили луга жертвноводческих предприятий. Одними из первых к работе в этом году приступили механизаторы Ненецкой агропромышленной компании. В регионе тем временем стартовала прививочная кампания среди населения против сезонного гриппа. Получить вакцину должны не менее 45% жителей региона. Это порядка 20 тысяч человек. Соответствующие показатели определены Министерством здравоохранения России. Напомню, вакцинации за счет государства подлежат сотрудники учреждения образования, здравоохранения, торговли и коммунальных служб. Также группе риска отнесены дети с 6 месяцев, школьники, студенты, беременные женщины, лица старше 60 лет, призывники и пациенты с хроническими заболеваниями. Однако традиционно в Ненецком округе прививку против гриппа бесплатно могут сделать все желающие. Для этого гражданину необходимо обратиться в любую поликлинику или ФАП по месту жительства. Хорошая новость для начинающих предпринимателей. В ближайшее время региональный департамент экономики и финансов проведет третий в этом году конкурс грантов. Среди участников распределят 4 миллиона рублей. Деньги можно будет потратить на закупку необходимого оборудования. Напомню, первые два конкурса для начинающих ИП по предоставлению грантов прошли в апреле и июне. В совокупности было направлено 5 миллионов рублей. Всего поддержку тогда получили 9 бизнес-проектов. Шесть уже реализуются. Это Центр оздоровительного плавания «Дельфиненок», вокальная студия «Соловей», кофейня «Нао Кофе», пиццерия и автосервис. Они получили поддержку в размере 500 тысяч рублей. Максимальную же сумму гранта – 1 миллион – получила общество «Ненецкая рыбоводческая компания», проект которой направлен на создание рыбоводческого предприятия, специализирующегося на проращивании икры сиговых пород рыб и на выращивание личинок. Еще трое предпринимателей реализуют свои бизнес-инициативы в муниципальных образованиях. Это парикмахерская в селе Тельвискам, проект по сбору пуха водоплавающих птиц Бугрино и проект по реализации рыбы, добываемой в Усть-Каре. Что касается очередного конкурса, то в Центре развития бизнеса сообщили, прием заявок от начинающих ИП стартует 3 сентября, то есть предстоящий понедельник документы можно будет сдать до 28 числа этого же месяца. Компания «Локойл» продолжает активное участие в реализации проектов, направленных на создание комфортных условий для жизни в регионе. Об этом на недавнем заседании экспертного совета по артическому вопросу сообщил директор ТПП «Локойл Севернефтегаз». Николай Наложилов рассказал о результатах деятельности предприятия за 2017 и первое полугодие 2018. На долю компании приходится более 30% от общей добычи нефти на территории Ненецкого округа. За 2017 в регионе добыто 5,5 миллионов условного топлива. Предприятие сейчас разрабатывает 23 месторождения, в том числе и восточно-перевозные, открыто только в этом году. Одно из основных направлений производственной деятельности «Локойла» – защита окружающей среды. Так, в 2017 на эти цели компания направила 3,5 миллиарда рублей. В первую очередь это касается мероприятий по утилизации попутного нефтяного газа. Так, на сегодняшний день уровень использования попутного нефтяного газа по ТПП «Локойл Севернефтегаз» составляет 95%. Не теряет своей актуальности и тема реализации проектов в рамках безопасного освоения Арктики. В 2017 году при участии нашего предприятия прошли ряд мероприятий в этом направлении. Одно из них – это экологи «Локойл Коми» совместно с учеными Совета по морским лекопитающим изучили степень влияния деятельности нефтедобывающих предприятий на экосистему Заполярье. Работы проводились на одном из крупнейших береговых лежбищ в юго-восточной части Баренцевого моря, на острове Вайгач и полуострове Лянчин. С содействием развитию экономики – еще одно направление социальной политики «Локойла» в регионе. Так, уже в этом году компания профинансирует проекты по благоустройству и сохранению архитектурно-исторического облика улицы Смедовича в Нриенмаре, устройству детских и спортивно-игровых площадок на территории муниципальных образований «Великовисочная», «Лабожская» и «Андик», а также по созданию доставки и установке памятника первым геологам Крайнего Севера в поселке Искателей. «Лукоил Коми» является крупнейшим налогоплательщиком в Ненецком округе. Так, в 2017 году было перечислено в бюджет НАУ более 5,6 миллиардов рублей налогов, что на 1 миллиард больше, чем за 2016 год. Фактическая уплата налогов в платежи за январь и июль 2018 года в бюджет составляет 3,2 миллиарда. Это позволяет создавать условия для дальнейшего долгосрочного экономического роста и укрепления социальной стабильности в регионе. Создаются благоприятные условия, предполагающие определенный уровень жилья, работы, образования, социального страхования, медицины и культуры. При этом «Лукоил Коми» укрепляет не только экономику региона, но и активно участвует в создании комфортных условий для жизни в районах нашей деятельности. Компания продолжает активно помогать представителям коренных малочисленных народов Севера. С 2015 по 2018 предприятие направило на поддержку оленеводства более 120 миллионов рублей. Один из таких благотворительных проектов – «Красный чум». За время его реализации в выездное медицинское обследование прошли 6 тысяч жителей отдаленных поселений и стойбищ. Реализацию юбилейного 10 этапа «Красного чума» запланировано на декабрь 2018. Тогда будут обследованы оленеводы в Харивере. Кроме того, один из главных праздников кочевников Ненинского округа – День оленя – также традиционно проходит при поддержке компании. Другим темам. 3 сентября в России отметят День солидарности в борьбе с терроризмом. Памятная дата была установлена в 2005 году федеральным законом о Днях воинской славы России и связана с трагическими событиями в Беслане. Так, предстоящий понедельник в сквере первой городской школы пройдет ежегодная акция «Свеча» и траурный митинг. Мероприятие задействует старшеклассников, участников военно-патриотических клубов и юно-армейского движения. Сбор у школы состоится в 11.45, митинг начнется в полдень. После выступления и минуты молчания каждый участник акции сможет почтить память погибших и возложить цветы, поставить поминальные лампы. Для мероприятия изготовлен специальный баннер с фотографиями и именами погибших в результате терактов в Беслане. Напомню, трагедия унесла жизни более 300 человек, 186 – это только дети. На протяжении всего мероприятия в сквере школы будут звучать стихи и аудиозаписи о Беслане, записанные жителями города и творческими коллективами. В этот же день на площади искателей пройдет акция «Нет террору». В ней примут участие работники организации городского поселения, педагоги и ученики местной школы, а также коллективы поселкового клуба «Созвездие». Они запустят в небо белые шары в памяти о жертвах террористических актов и сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга. Итак, до начала нового учебного года остался всего один день. Лето пролетело незаметно и пора вновь готовиться к школе. Форма ранее с тетради, ручки и пеналы – это лишь мало, а часть того, что нужно было приобрести. Статистика показывает многие родители, да и ученики, что постарше предпочитают закупаться в самый последний момент, буквально за несколько дней до 1 сентября. Правда, в таком случае сэкономить уже навряд ли получится, ведь собрать ребенка в школу – серьезный удар по семейному бюджету. Минимум это 10 тысяч рублей. Александра Литкова расскажет подробности. Собрать ребенка в школу, особенно первоклассника, дело не только хлопотное, но и крайне затратное. Купить нужно все – и канцелярские принадлежности, и спортивный инвентарь, и, конечно, одежду. При этом по статистике одеть девочку дороже. Вот если посчитать рубашку, костюм – двойка, потом спортивный костюм, обувь, галстучек, ну где-то примерно 6 тысяч все обойдется. Вот в этом районе плюс-минус. То есть средняя цена, получается, одеть мальчик для школы. Девочка, ну, примерно где-то так же будет. Чуть-чуть подороже, потому что у девочки ибруская юбка, сарафан, у нее больше принадлежности идет, чем у мальчика. И это только на одежду. А ведь во многих школах действует определенный дресс-код. Купить готовую форму зачастую невозможно, поэтому ее приходится шить на заказ. В качестве альтернативы – интернет-магазины. В последние годы они стали пользоваться большой популярностью среди жителей региона. И хотя цены на одежду не сильно отличаются от тех, что в местных магазинах, зато в качество гораздо выше. Правда, оценить это качество покупатель сможет только после получения товара. Средний срок ожидания – 10 дней. Вот я вот не заказываю в интернете. Почему? Потому что я, например, люблю посмотреть, потрогать, померять. Правильно? Но есть, конечно, интернет-магазины, которые и заказали, и вернули обратно. А есть ведь и такие, где заказала, но у тебя и осталось. Что касается канцелярских принадлежностей, то магазинов, где их можно купить, в Наринмаре предостаточно. Выбор огромный. При этом цены вполне приемлемые. В среднем полный набор на одного ученика – это тетради, обложки, ручки, карандаши и многое другое – обойдется в 2000 рублей. Таким образом, в общей сложности, перед днем знаний, родителям придется отдать от 12 до 15 тысяч. Те, для кого такая сумма неподъемная, могут обратиться в комплексный центр социального обслуживания населения. Там уже многие годы проводят благотворительную акцию под названием «Помоги собраться в школу». Сформировано уже более 30 наборов. Приняли участие такие организации, как ОАО «Красный город», «Центр занятости», ну и порядка уже где-то 10 человек частных лиц. Мы ждем еще участников, надеемся, что народ у нас откликнется, и участников гораздо будет больше, ну и тем самым мы можем оказать помощь нуждающимся гражданам. По словам сотрудников комплексного центра, за помощью в последнее время обращаются не только горожане, но и жители отдаленных сел округа, в том числе Омы и Усть-Кары. Помимо прочего, в регионе для многодетных семей предусмотрена ежегодная компенсационная выплата к новому учебному году. Ее размер – 9 тысяч рублей на каждого ребенка. Кстати, Ненецкий округ – единственный в стране субъект, где за счет бюджетных средств приобретаются школьные наборы для абсолютно всех первоклассников. Александра Литкова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Что касается благодарительной акции «Помоги собраться в школу», то сегодня она официально завершилась. С ее организаторами традиционно выступают Ненецкое отделение Российского Красного Креста и комплексный центр социального обслуживания населения. В этом году за помощью в подготовке ребят к школе обратились 35 семей, в которых воспитываются 87 детей. По данным на 30 августа, из канцелярской продукции, собранной во время акции, уже сформировано порядка 70 школьных наборов. Все предметы, тетради, альбомы, карандаши, ручки и многое другое передадут ячейкам общества, которые находятся под контролем отделения помощи семье и детям КЦСО. И в завершении выпуска основные правила ухода за новорожденным – профилактика заболеваний малыша и особенности психологии молодых мам. В отделении женской консультации продолжает свою работу «Школа здоровья для беременных». Специалисты проводят как теоретические, так и практические занятия. На одном из таких уроков побывала Людмила Сидейская. Тема сегодняшнего занятия – психоэмоциональное состояние беременной женщины. Так называемые уроки психолог проводит в свободной форме диалога. Беседа длится полтора часа и помимо теоретических занятий есть практические. Например, девушки учатся пеленать малыша. Одна половинка пеленочки. Подправляем вниз. Тут берем вторую половиночку. Людмила Деткова готовится впервые стать мамой и очень ответственно подходит к такому важному моменту. Сегодня у нее второй урок в «Школе здоровья для беременных». И, как признается девушка, практические занятия, конечно, интереснее, чем теоретические. Медицинский психолог наглядно показывает, как правильно пеленать и купать малыша. Но самая важная и главная тема – предстоящие роды. И один из этапов подготовки к ним – лечебная физкультура. Очень хорошо, что функционирует еще ЛФК для беременных. Занятия проводятся три раза в неделю. Это и на мечах занятия, и с подушками. То есть здорово. То есть примерно длительность 30 минут мы ходим три раза в неделю на эти занятия. Тоже отличная альтернатива фитнесу, который был у нас до родов и до беременности. Теоретическая часть занятия начинается с закрепления уже пройденной темы – как правильно обрабатывать клубочную ранку у малыша. Затем врач-психолог объясняет девушкам, какие показатели роста и веса у новорожденного считаются нормальными. Это от 50 сантиметров и от 3 килограммов в 400 граммов соответственно. И вообще хотела сказать, что масса тела – очень такой уникальный показатель, что если снижается масса, то мы всегда должны думать, как это причина. Потому что, например, если ребенок очень болеет, снижается масса. Это понятно, что он снижается, потому что ребенок болеет. Поэтому очень важно именно в течение первого года жизни взвешивать ребенка каждый месяц, чтобы нам знать, как у нас идет прибавка веса. Следующая тема – сон грудного ребенка. Психолог предупреждает девушек, что не следует будить малыша, если он долго спит. Ведь новорожденные нуждаются в длительном отдыхе. Ответственно нужно подходить и к выбору детской кроватки. Если вам так удобно, можно вот такую, которая качается. Вот так, которая выдвигается туда-сюда. Да, да, да. Но если вы, например, пользуетесь таким способом осыпления, будьте готовы к тому, что ребенок к этому приводит. Эмоциональная связь между мамой и ребенком – еще один немаловажный момент. Психолог советует девушкам ни в коем случае не игнорировать плач младенца, а проявлять внимание, чтобы в дальнейшем не потерять так называемый контакт с малышом. Я рекомендую брать ребенка на руки, обязательно его гладить, ласкать, разговаривать с ним. Очень ребенку успокаивает размеренно ритмичное покачивание. То есть можно походить, прижать его к груди, покачать его. Елена Дворниченко – медицинский психолог. Работает с беременными уже на протяжении 13 лет. Специалист советует будущим мамам заранее готовить вопросы, на которые можно ответить в ходе беседы. Ведь школа здоровья не ограничивается только одним занятием, на каждом уроке разбирают разные темы. А весь курс длится два месяца. Я выдаю раздаточный материал. То есть, например, женщины пришли, и в конце школы, вот именно самое основное, по темам, которые мы рассматриваем, выдается раздаточный материал, и женщина будет именно с багажом таким, с теоретическим. Почему это очень важно? Потому что, например, вот они прошли занятия, прошло время, и они, например, что-то подзабыли. Можно, когда эта актуальная тема возникла, можно взять, прочитать, вспомнить. Сейчас школу здоровья для беременных посещают порядка 10 человек. И с каждым годом интерес к таким урокам у женщин только увеличивается. Впрочем, совсем скоро занятия смогут посещать и мужчины. В планах у специалистов уже в этом году открыть школу здоровья для будущих отцов. Людмила Сидейская, Александр Дуркин, телеканал «Север». На этом все. Спасибо, что были с нами. Далее традиционно прогноз погоды. До встречи в эфире и хороших выходных.